здравствуйте это канал дики life меня зовут виталий дикий спасибо что подписываетесь на мой канал как всегда интересный гости резонансная тема сегодня нашему гостям будет политик блогер публицист игорь мисичук здравствуйте здравствуйте виталий здравствуйте дорогие зрители давайте начнем с интересных событий которые достаточно активно обсуждаются значит вы знаете что после интервью такера карлсона с путиным такер карлсон комментировал это событие и заявил о том что якобы по его мнению возможно не сложилось такое впечатление путин готов прекратить войну и даже готов идти на какие-то уступки он об этом официально заявил но позиция такера карлсона понятно в какой-то степени и объяснимо но тут появился бывший сотрудник офиса президента арестович который изложил свою точно такую же мысль сказал что это нестандартно что мол говорит о крамольных вещах но он увидел то же самое после выступления значит интервью путина то о чем говорил такер карлсон оставим в покое карлсона понятное дело но почему таким образом себя проявил арестович ведь это определенный поворот на 180 градусов как вы это объяснить смотрите виталий я думаю что арестович хочет быть большим голуби мира чем папа римский и все святые отцы вместе взять почему потому что он претендует на ту часть электорат которая пострадала наверно самый больше от войны и сама больше хочет мир естественно посылок миру реальные и нереально это уже другой да вопрос это самое будут восприниматься этим электоратом очень и очень сильно учитывая что на этом электоральном поле находится бывшая так называемая о позже и даже некоторые замеры показывают довольно большой рейтинг одного из лидеров юрия бойко да да я считаю что быка себя умножил на ноль голосованием за закон о мобилизации или узурпации как кому нравится так тут пусть называть дело в том что закон антиконституционный антинародный люди это понимают его пересчитали атака так все эксперты граждане ну блогеры все кто может только положительного отношения нету ни у тех кто на фронте ни у тех кто в тылу не в тех кто за границей не те кто в украине ни у кого ну кроме власти юрий бойко и его люди в парламенте отдали за него голоса и эти голоса были решающими естественно как говорится пусто места не бывает и арестович пытается ворваться в эту нишу я не я думаю что офис ему в этом под игрую чем-то почему потому что и умножили бойко таким образом и что не говорит арестович за такие высказывания на нас там с вами уже возбудили по 10 уголовных дел там ну и тому подобное арестовичу как згуйся вода то есть чтобы не сказал любой нарратив который в украине считается кремлевским власть не регион то есть ему дают говорить ему дают высказать но он сейчас находится не в украине насколько я понимаю он выехал и там начала активно да это правда но смотрите а нас каких людей за пределами украины украинская власть возбудила уголовное дело множество она листовича нет даже реакции нету даже данилов который любил вступить в заочную дискуссию с арестовичем когда тот еще был в украине при должности да молчит сейчас то есть вы думаете что он засланный казачок да но я уверен в этом есть какие-то репутационные вещи какие-то риски но странно довольно когда этот человек находясь при власти но присосавшись нам к офису президента в ранге советника я же помню четко он говорил что путин умер это уже другой значит путин двойник какой-то абсолютно открыто более того он говорил о том что там две-три недели не буду вспоминать но он говорил что это не стоит бояться российской армии это как длинная колбаса которую потихоньку съедим и кучу мусора вот такого я могу и дальше как бы предъявить смотрите арестович для меня не просто оппонент а это человек которого не должно быть в общественном сознании мое мнение политиками он должен быть все он должен понести репутационные наказания возможно не только репутационные там надо еще со стороны уголовного кодекса на это все смотреть почему потому что трагедия на житомирской трассе с расстрелом до наших граждан это то что нам говорили никуда эвакуироваться не надо вы вспомните тот же был один из всех из того пула были власти говорили что войны не будет и не нужно готовить тревожный чемоданчик все это вранье да я помню да это вранье не надо готовить не надо выезжать не надо вывозить детей и тому подобное поэтому на этих людях в том числе на арестовичи после агрессора потому что в первую очередь конечно на агрессоре лежит ответственность за смерти наших людей на житомирской трассе в гастомеле в буче вертине а еще надо вспомнить граждан которые пилили бабки арестович и глади в поголовке ну какие они хорошие пилили бабки на большом на большом строительстве например для то чтобы спилить деньги надо построить что-то кому-то абсолютно не нужно и возможно построить там пять раз дешевле потому что качество ну они построили дорогу чернобыльской аэс до белорусской границы и и воспользовались этой дороги кто оккупанты больше никто не видит кто мог ездить от белорусской границы до чернобыльская белорусские эксперты так они летали вертолетом ну всегда понимаете и это ж не только это это мы привели начало войны а потом вот эти нарративы которых вы говорите уменьшение в глазах общества в глазах наших воинов армии противника это все хорошо посмеяться один день но нельзя недооценивать противника недооценивать врага арестович сделал ему подобное для чего чтобы и украинцы и наши воины смотрели да это там какие-то гоблины они может быть и гоблины и орки и кто угодно но это армия по количеству по да сразу были проблемы с координацией действий все но за год она сладилась и мы же видим абсолютно другой подход в войне со стороны армии российской федерации и я ее оцениваю как очень серьезного противника мы противостоим наверное не второй а будем говорить одной из лучших армии мира то что мы сейчас сражаясь вышли тоже на передовые позиции но мы вынуждены выше а вот объективно надо называть вещь но очевидно но я думаю что меня в общем-то интересовал арестович именно в контексте заявления после слова такера калсона и поддержки этого мнения что касается таких подобных арестович я хочу напомнить что есть военные эксперты которые сейчас ютубе очень активно гастролируют типа такого жданова помните у меня был на ток-шоу перед войной кстати этот человек которому я задал в эфире прямом вопрос на ток-шоу по моему то ли украинский формат то ли аргумент я задал ему вопрос относительно стоит ли реагировать заявление наших как бы американских так называемых партнеров которые убеждали что вот-вот должна начаться война он открыто врал и говорил что это все дэза не знаю обслуживал ли он власти рассказывал что нужно готовить никаких там чемоданчиков никуда выезжать после начала войны я с ним пообщался он отказался принять участие у меня на канале в дискуссии но потому что честно говоря хотелось бы очень сильно умыть этого человека не знаю сознательно он это делал или нет но сейчас он набирает миллионные просмотры и опять заливает за шкуру всякое вранье обычным украинцам ну да бог с ним оставим на его совести селидова сегодня опять обстрелили селидова есть погибшие это ужасная история но что касается заявление первого относительно первого обстрела и гибели а то что прошло по русским телеграм-каналом огромного количества украинских военнослужащих я напомню что генерал торнавский дал комментировал эту историю по конференцию дал и сказал что совершенно это не так это российское ипсо не было столько погибших и так далее так далее я не знаю кому верить данной ситуации хотя мы пользуемся официальной версии что вы об этом знаете не обманывает ли нас или кто нас обманывает в этой ситуации смотрите я бы не верил ни ни одной стороне потому что они склонны врать не генералу торнавскому генералу торнавскому есть претензия абсолютно аналогичного плана по 128 бригаде по прилету запорожской области помните эту трагедию когда вы начали построение людей военнослужащих для их дальнейшего награждения ждали высокого начальника отключили потому что ждали звонка подлетел беспилотник уражеский навел ракету ну и мы знаем последствия больше там 20 погибших и очень большое количество раненых так вот ехал туда генерал торнавский и за него отключили рэп ну и так далее я не знал об этом он кстати не фигурировал в окончательном расследовании этого вопроса он ехал там указано только те кто был на месте в расследовании а те кто должен прибыть они не были указаны а вот ехал туда генерал торнавский который руководит этим но направлен до бог там их следователи разбираются но с той ситуацией тут целиком я когда вчера узнал прочитал это все с одной стороны на российских пабликах другой стороны тоже наши пишут я задал ну выяснить вопрос я связался с людьми которые там живут работают которых я знаю ни один год и поинтересовался объективно чем ну тем что произошло что я услышал что услышал тем делюсь с вами был обстрел кассетными зарядами в основном пострадала в основном пострадала селидово живой сектор частный сектор явно были погибшие мы не знаем сколько были прилеты и в сторону где размещались военные такого количества военных местные не видели ну то есть его не было ну вот именно то что заявлено в российских пабликах да да то есть военные там были ну вот полторы тысячи ну там миллион пятьсот можно придумать их не было ну таком количестве пострадали ли военные думается да какой степени никто сказать ну по крайней мере местных жителей не может по одной простой причине обстрелы шли вчера до вечера до темного времени ходить потом естественно смотреть никто не мог люди сидели в укрытия и когда мы им звонили я звонил потом там один человек звонил работодатель который там ну дает работу многим новости лидово чтобы выяснить что произошло они не могли ничего объяснить по количеству уже по одной единственной причине они сидели в укрытиях и сохраняли свои жизни с точки зрения тысячи пятьсот то что ну российские паблики россия владеет спутниками я уверен если был нанесен такой успешный для российской федерации удар все спутниковые снимки были бы у нас вчера еще на столе кроме слов мы не увидели ничего более того на одном из каналов появилось видео которое сразу было идентифицировано как видео прошлого года то есть никаких доказательств нет может ли быть это пропагандой со стороны россии запугиванием да конечно может ли прикрываться какие-то потери нашими да конечно учитывая личность армавского тоже я рассказывал по запорожью тому подобное узнаем ли мы правду да я думаю ближайшие дни мы будем понимать количество жертв вселидова раненых убитых среди гражданских среди военных но это произойдет тогда когда будет плюс-минус затишье и люди смогут ну и эвакуацию начать и работы там по спасению потому что сегодня рассказывают там местные власти да что прилет в больницу 12 этажный дом и что там идет разбор завалов к сожалению никакого разбора толком не идет по причине того что обстрел заменяется обстрелом и просто проводить невозможно потому что спасатели будут гибнуть ну это очевидно и говорить о том есть там погибших 10 21 0 100 ну невозможно то есть это будет неправда я отношусь очень аккуратно именно к подобным вещам если бы я имел доказательство что погибло 300 500 1000 я бы сказал сколько ну сколько бы я мог сказать данном случае не могу вообще ничего сказать по причине того что нету точных данных если они у наших военных вполне возможно есть но они не делятся ими не с мной не с вами и поэтому ситуация будем ждать пока эта ситуация не прояснится фактожом они какими-то просто разговорами одной ну или другой стороны я так понимаю мы коснулись генерала торнавского вы достаточно сомнительно да говорить о его действиях ну наверное опираясь на определенные я опираюсь ну вот интересный момент понятно у нас поменяли главкома об этом уже тысячу раз было сказано но перед назначением он дал господин цирский дал интервью немецкому телеканалу cdf где говорил все то что говорили владимир санец зеленский но это абсолютно логично и предсказуемо но я так понял что это интервью было записано до его попадания на эту должность до его назначения и я так понимаю что это интервью рассматривалось нашими западными партнерами как ознакомительные но я хотел бы о другом вы знаете прекрасно что симпатике залужного и оппонента сырского последнего назвали мы местником мол он там не жалеет людей в этом интервью он говорил о том что для него это приоритет и живущий солдат это для него очень важный фактор и так далее и так далее также говорил о том что мы выйдем на 91 год и все что в этом контексте горит зеленский так у меня вопрос я так понимаю что сейчас будут кадровые изменения не только связанные с людьми залужного но и вообще во всем армейском руководстве или ну вот даже после таких процессов как следовая так далее или все останется на своих местах потому что сырский не будет делать резкие движения так как это ему не выгодно ну смотрите прежде всего мое личное мнение что залужный и светский плюс-минус одного типа за военные руководители они одной школы советской они одного видения пройдя там а то ос да то есть они плюс-минус имеют они даже друзьями были не знаю как сейчас ну в личной единственной причины увольнения за уши для президента это была политическая ревность ревность к тому что рейтинг поддержка у залужного среди украинского народа намного больше и соответственно несмотря на то что залужный ни разу нигде не пол слова не сказал о каком-то даже гипотетическом походе в политику да все равно ревность возобладала и он был уволен теперь по почему светский потому что сырский абсолютно лоялен к ставке к верховному никогда не перечит и так далее и так далее залужный мог на ставке встать сказать вот туда не пойдем погибнут люди вот этого делать не будем погибнут церкви этого делать не будет и мы это уже знаем по ставке которая ну буквально вот прошло так вот там извините в этом контексте и задал вопрос то есть понимаете какая интересная история значит он говорит о том что он оказывается совершенно не мясник но дает нам понять да то есть для него жизнь солдата важна еще ситуация в авдеевке произошла ставка я так понимаю кабинет военный должен значит все сделать чтобы не потерять деньги русские очень сильно давит при этом насколько я понимаю сырскому всегда закидывали то что он как бы довелся плюсов любой ценой мы так об этом говорили если он отведет войска ну к примеру да потому что будет прецедент что много людей из вооруженных сил украины может погибнуть это же неправильно воспримется на ставке и владимиром санчем зеленским которому нужен результат или зеленский отношение к победам таким очевидно если не убедят зеленского изменить но отношение к таким победам очевидно может быть трагедия но о которой вы говорили это один момент но есть еще один момент я абсолютно но хочу чтобы все обратили внимание на то что было раньше да сырский в бахмуте проявил себя со стороны военачальника который не смотрит на количество потерь а пытается достичь необходимой цели но за этим спокойно наблюдал за ужином то что нам говорят за ужин был против вы это слышали кто-то это возникает вопрос ведь все это было санкционировано он был главком он был главком поэтому тут вопрос только теперь по продолжу по увольнениям и ковдеевке значит смотрите идет зачистка людей которых считали близкими к за ужином кроме этого я уверен что произойдет зачистка людей которых не считают гиперлояльными к банкам все это происходит перед вакуумом легитимности власти перед тридцать первым марта двадцать первым мая когда в этот период и стекут полномочия президента президент и увольнение почему с увольнением за ужином так спешить смотрите за ужин действительно очень популярные народы и идти на такое увольнение популярного генерала популярной личности это себе ударить по причинному месту и по факту так и произошло у меня дочь учится на журналисты на практике на одном канале и ходила проводила опрос среди жителей киева гостей столицы на печатике на майдане как вы относитесь к отставке за ужин она говорит папа я проходила полтора часа и еще хоть кого-то одного для то чтобы разные мнения ну показать кто поддерживает решение зеленского и я не нашла так возможно он есть но не хочет говорить ну вы понимаете в этом контексте а почему вас не удивило насколько я знаю зеленский встречался с группой журналистов там миша ткач и так далее вот те которые занимались расследованиями они были присутствовали якобы но так и не назвали там якобы зеленский сказал им причину почему уволил заложного но попросил не делиться с другими журналистами и с медиа и с обществом этой информации это вообще что за хрень вообще происходит это хрень называется профессиональной деформацией я считаю что журналисты если они получили эту информацию и так поступают и то они не журналисты они сами под себя выбивают стул и становятся провластными пропагандистами да нахрена встречаться с определенным кругом журналистов если просить их ребятам вы же пожалуйста никому не рассказывайте то что я вам тут расскажу значит какой-то смысл зеленский в это вложил я уверен что единственной причиной была ревность и приближение этого вакуума легитимности которым мы говорили почему потому что я думаю они бы разыграли более там длительный сценарий да еще что то а так это все произошло очень короткое время при том я знал где-то за месяц до того как активно заговорили об увольнении я знал что увольнение согласовано у большого брата в сша мне рассказывали друзья которые общались там в вашингтоне не говорят все ну американцы согласовано поэтому теперь давайте посмотрим на другое это произошло все не почему я говорю что это связано с вакуумом легитимности потому что но логично было бы дождаться разрешение авдеевского узла либо потери авдеевки свалить это назову надо либо победы и преувеличить но сырского допустим но никто этого не стал ждать именно из-за того что время временные сроки это также как законом про мобилизацию вы видите железням даже который не провластный ну на сто процентов и тот озвучивает сроки которые прописаны как раз под 31 марта и 21 мая по принятию закона мобилизации и в результате уже новый главком сталкивается с ситуацией в авдеевке естественно ему надо показать победу естественно они перебрасывают туда свежие силы третью штурмовую а но в авдеевке очень плохая ситуация туманную плюс задействован был а к а о в было тактическое окружение, огневое, так сказать. То есть единственная дорога жизни, она простреливала. Сегодня утром наши спикеры ЗСУ сказали, что есть какая-то альтернативная дорога, я о ней не знаю, дай бог, чтобы она была. Ситуация, были вчера тяжелейшие уличные бои, которые продолжаются сегодня. Туда бросаются резервы, но это только пока тормозит процесс разгрома нашей группировки, процесс вытеснения, процесс окружения. Это неприятные вещи, там прибегут, начнут меня обвинять в чем-то, но это объективно. Так, по состоянию на сегодняшнее утро, по крайней мере, единственное, что очень позитивное произошло, вчера, ну сегодня ночью, вооруженные силы Украины разгромили колонну обеспечения российских войск. Это, как минимум, мое мнение, даст паузу в наступлении и возможность перегруппироваться. Есть ли необходимость удерживать людей? Смотрите, я не могу сказать тактически, одни говорят есть, другие нету, ну с точки зрения стратегии. С точки зрения политической, естественно, надо биться за каждое всего, ну что, собственно, и происходит. Но я бы на месте власти не превращал Авдеевку в символ оплота, как они это делали с Бахмутом, с Мариуполем, ну и тому подобное, символ отпора. Этого делать нельзя. Почему? Потому что это, во-первых, заостряет врага, а во-вторых, если враг побеждает, это психологически очень негативно влияет на общество. Да, соглашусь с вами. На самом деле в этом процессе тоже должна быть очень очевидна тонкая политика. Но я хотел бы все-таки, мы будем отслеживать ситуацию военную, Я хотел бы вернуться к политическим событиям. Вот вы говорите, после 20 мая интересная нас ждет история относительно легитимности или нелегитимности нынешнего президента. Но есть такая мысль, и я хотел бы ее вам сформулировать в виде вопроса, чтобы вы откомментировали. Я тут разговаривал с интересными людьми, они мне поведали такую историю. Вы знаете, да, что у нас генералом, начальником или руководителем ТРУ назначили человека, который в свое время разгонял Майдан. Ну, честно говоря, это так прошло, мимоходом, да, там есть определенные укушенные, которые это дело обсуждали, но в любом случае это состоялось. И тут я задал одному человечку вопрос, а почему именно он? И мне сказали, что это напрямую, в том числе связано с перспективами Зеленского. Мол, Национальная гвардия, которое, как бы подразделение, которое занимается в том числе обеспечением внутренних спокойных процессов, она сейчас вся на фронте. А Зеленскому нужна какая-то персона, на которую можно будет опереться, в случае, если будут какие-то внутри сложности. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. Человек как никогда подходит на такую роль, имея опыт и понимая ситуацию. Более того, на него есть компромат, его можно взять за, вы понимаете, что, и таким вот образом управлять его действием в случае непредвиденных ситуаций и определенным тотальным возмущением. Смотрите, первое. Я считаю это назначение самым, даже мягко не могу сказать, и понутым со всех в последнее время. Иди с точки зрения, что этот человек там что-то делал, ну и тому подобное. Давайте представим, что завтра меня или там кого-то там подобного ко мне назначат руководить Беркут. Ну, я еще как-то смог, потому что у меня есть своя, ну, личная история, да, с этим подразделением связана. Меня спас при покушении ценой собственной жизни работник, ну, Беркута, да, бывший. А есть люди, ну, вот Майдановцев, да, назначат руководить от кого-то, да, назначат руководить Беркутом. Воспримут его? Нет. Так вот и в этом случае ТРО в большинстве своем костяк как раз составляют участники Майдана с региона, ну, разные, да. И им ставят начальником человека с противополосного лагеря. Зачем? Вот у меня вопрос, зачем других не было? Если следовать той логике, о которой вы говорите, но они не будут его слушаться, ну, в этом вопросе. То есть это абсолютный абсурд и для меня непонятное назначение. Вычистить от них, ну, ТРО, деноцифицировать таким образом по путинскому, да, ТРО, утилизировать их, это я могу рассматривать. Но что он ими будет полноценно руководить, ну, навряд ли. Это, подождите, это один вопрос. А самый главный вопрос Зеленский и многие наши политики акцентируют внимание на том, что вопрос легитимности и вопрос вакуума легитимности будет разрешаться какими-то Майданами, полумайданами, чуть ли не переворотами в Украине, в Киеве и тому подобное. Они все идиоты. Этот вопрос будет решаться за пределами Украины. Украинцы в этом вопросе могут сыграть роль, ну, серьезно. Украинцы, которые находятся там, за границей, да, но Зеленский за последние несколько месяцев всех соотечественников, которые находятся за границей, превратил в своих врагов. Мы же это знаем. И то, что сейчас с карточками банковскими, да, намечается, это еще, ну, добить. Так вот, вопрос легитимности Зеленского будет решаться правительствами стран-партнеров, так называемых, да. Некоторых он достал уже так, ну, грубо говоря, своими действиями, что они будут делать все, чтобы, наоборот, подтолкнуть смене в сторону вояльного. А у некоторых, а я не исключаю, что это может быть, выйдут украинцы в какой-то стране под Министерство иностранных дел и скажут, спасибо, что вы нам помогаете, спасибо за поддержку, спасибо за все, но помогите нам. У нас нам пытаются строить диктатуру, а мы хотим жить в демократическом обществе, так как его, как можно признавать две единицы, если вот тык-тык-тык-тык, конституция, тык-тык-тык-тык, и в зависимости от количества украинцев в той или другой стране, это очень даже может сработать. Или стать под спугием, ну, местным политиком, которым надоел Зеленский. Поэтому это не будет решаться. Если не будет поддержки, никакая диктатура и никакая власть на сегодняшний момент в Украине не устоит. Ее придется отдать. То есть провести, как и предвидит конституция, трансфер власти. Игорь, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что там Зеленский, с ваших слов, многих наших западных партнеров, как я понял, или вы, наверное, имели в виду украинцев, которые за границей сейчас прибывают, статус беженца или нет, которых достал Зеленский. Я правильно вас понимаю? Смотрите, отдельно он достал украинцев, которые прибывают за границей, и беженцев, и зарабичан, потому что эти же инициативы мобилизировать украинцев за кордоном, они же не только беженцев, они всех зарабичан, всех людей, которые по 20 лет уже живут за границей, приезжают в отпуск в Украину, касаются. То есть он достал всех украинцев за границей. Вот эти истории с консульскими услугами, паспортами, ну и так далее, и так далее. То есть о партнерах это сказать нельзя? Нет, подождите. Это одна история. Так называешь? Да, это одна часть истории, та, что касается наших соотечественников. Вы не представляете, что делается в отношении... Хайпробивую статистику дадут, сколько приходит письменных заявлений о выходе из гражданства, чтобы понимать. Вторая часть – это западные партнеры. Например, та же Польша. И та проблема, которую мы наблюдаем, зерном, это проблема Владимира Александровича, который влез во внутреннюю политическую ситуацию в Польше, в избирательную ситуацию в Польше, на стороне одной из политических сил. А как это? Вы можете детализировать? Я, например, хотел бы услышать деталь от вас. Ну, смотрите. С начала военного конфликта самым большим партнером и двигателем Украины в Европе была Польша. И, соответственно, правящая партия в Польше порядок и справедливость. Письмо. Потом подходят выборы. Поляки, естественно, они помогали много чем. Размещая людей, делясь там кровом, помогая чуть-чуть деньгами, но они не имеют тех денег, ну, чтобы помогать глобально. Вооружением. Глобально может помогать самая богатая страна Европы – Германия. Ни для кого не секрет, что Германия всегда играла на стороне оппозиции ПИСа, на стороне гражданской платформы, платформы обывательской, которая сейчас есть основой, ну, коалиции, которая прямо ближе к Брональдусу. Еще, когда происходили выборы президента Польши, когда Дуда на второй срок избирала, то фрау Меркель, которая тогда возглавляла Германию, ну, подыгрывала мэру Варшавы как конкуренту Дуды, ну, чуть ли не в открытую. И польская пресса писала, что через западные регионы воеводства в Польше идет финансирование, ну, и так далее, и так далее. И даже голосование вот так разделило, ну, Польшу, те, кто ближе к Германии, те за платформу обывательскую, а те, кто дальше за ПИС. Ну, и Варшава за платформу, а Краков за ПИС. Ну, и ситуация произошла какая? Организовали разговор, переговоры между немцами, между Шольцем и Зеленским. И Шольц сказал, мы становимся самым мощным партнером Украины по помощи, ну, по всему. А вы подыгрываете нам и помогаете обыграть ПИС на выпад. То есть поддержите ТУСК, правильно я понимаю? Поддержите ТУСК, поддержите платформу обывательскую. А Зеленский был в объятиях с Дудой и, понятно, это обзание было очевидным, да? Да. И Зеленский соглашается, начинает подыгрывать, там происходят определенные шаги со стороны Украины, которые подыгрывают ТУСК. И тогда, естественно, ПИС не мог наступить себе на ноги, они просто закрывают глаза на деятельность полумаргинальной ультра-националистической организации конфедерации, которая, в принципе, и стоит за этими протестами. Тогда стояла, сейчас стоит и так далее. Просто ПИС делает все, чтобы полиция не реагировала, не убирала протестующих, не наказывала серьезно протестующих. И ПИС накрутил так ситуацию, что сейчас даже ТУСК понимает, что если начать действовать против этих протестующих, против фермеров, ну и тому подобное, то закончится это тем, что его коалиция распадется, будут неочередные выборы, ПИС вернется к власти и тому подобное. Я убежден в этом, что если бы была политическая воля, никаких протестов не было. Привожу вам пример. Так называемый пророссийский премьер Словакии разгонял подобные блокировки за деньгин. Это было офицо, правильно? Фицо, да. Орбан разгонял в Венгрии за деньгин, ему выгоден транзит. И нету никакой политики, чисто бизнес. У ФИТу там уже и политика, потому что он на газ на нас же, претендует, это не так. И стать хабом газовым в Европу. И походу у него получится. Соответственно, в Польше мы жиденько, жиденько, извиняюсь, обосрались, обделались. Благодаря президенту. Плюс, что используют польские политики сейчас в своей риторике? Они выходят с абсолютно правдивой риторикой, говорят, мы за украинский народ, но то, что происходит с зерном, это не украинский народ. Это кучка негодяев, олигархов, трейдеров, которые скупили зерно за копейки в украинских фермерах, демпингуют на нашем рынке, на европейском рынке и тому подобное. И они правы, потому что министр сельского хозяйства Сольский, он сам трейдер. И, естественно, все кернеллы, все МХП и тому подобное, при том, эти компании все имеют счета за границей. Единственный холдинг, который занимается торговлей зерном и является полностью украинским, украинской собственностью и с украинскими счетами, это холдинг покойного Водотурского, который возглавляет его сын Андреевич. Да, но у него доля сейчас падает, и я, видя это все, понимаю, что наверняка убийство Водотурского Старшего было наводкой ракеты и не обошлось без наших подонков. То есть, вы считаете, что это конкуренты сделали, да? Я не исключаю этого. Я тоже не исключаю, потому что очень все странно выглядит. Да, попадание было прямо в спальню. Прямо в спальню, где он, ну, в дом, где он жил, и, в общем-то, это привело к тому ужасу, о чем мы сейчас говорим. Скажите, ну, если все так кисло, на самом деле, чем тогда объяснить намерение активно совершить турне Зеленского по Европе? Об этом уже заявлено, я так понимаю, уже как бы процессы начались. Вы считаете, это поможет как-то консолидировать, да, Европу в Украине? Конечно. Конечно. И, заметьте, это турне идет, опять же, перед вакуумом власти. И Зеленский, так как и мы вот говорили, он прекрасно, его окружение, они понимают, что вопрос легитимности это вопрос признания этой легитимности с западными партнерами. Поэтому он, понимая, что потерял, грубо говоря, на Востоке самую мощную поддержку Польши, да, он сейчас пытается Германию, Францию, Италию окучить и так далее, и так далее. Ну, я вам скажу так, по Германии не могу сказать, потому что там процессы меняются, ну, калейдоскоп он берут, по Италии, итальянское правительство Мелани будет сотрудничать с любой украинской властью, которую поддерживают украинцы. В Италии проживает более миллиона этнических украинцев. В основном это не беженцы, потому что Италия очень относилась и относится, никаких выплат сейчас нет, у беженцев. То есть, карту ты получить можешь беженца, и все. То есть, они считают, что надо работать, и они с первого дня, это, с 24-го, там, три месяца помощи, иди устраивайся, и учи язык, и так далее, и так далее. Но итальянцы довольно хорошо относятся к украинцам, потому что многие украинцы живут в Италии, и даже сделали карьеру от поломойки там до руководителей некоторых структур, ну и так далее, и так далее. Поэтому отношения абсолютно нормальные, адекватные, и Мелани, кстати, когда ее избирательная кампания базировалась в том числе на противопоставлении мигрантов украинцам, мигрантам с Азии, там, Африки и так далее, в пользу, ну, естественно, наших соотечеств. Поэтому мне было очевидно и то, что будет после выбора. Вот русские считали, что она должна быть потому, что Сберлускони с ними, а получилось наоборот. Просто и это не то, что она там государство Украину любит, или что. Это математика политическая, по количеству наших людей и ихнему влиянию в середине Италии. Что касается Франции. Во Франции Макрон уходит, это уже понятно, история заканчивается, что будет дальше неизвестно. Поэтому это визит. Ну, в общем-то, по результатам мы проанализируем и этот ход Зеленского. В конце концов, нам было объявлено о том, что это будет способствовать увеличению помощи, если там найдет аргумент. Смотрите, помощь будет в том объеме, в котором эти страны ее могут давать. Ну, то есть дать они не могут и выпрыгнуть из штанов они тоже не могут. Конечно, я общался совсем недавно и с немцами, и с французами и скажу так, планка есть и выше планки никто прыгать не будет. Достигли ли мы сейчас, планки нет, но там уже осталось совсем-совсем немного. то есть в ущерб странам своим они действовать не будут. В рамках они сейчас пытаются прогнуть руководство НАТО, чтобы оказывать помощь в рамках НАТО, что мы сплатим взносы и так далее, и так далее. Насколько это сработает, мы будем посмотреть, я еще раз говорю, нисколько это поможет грубо говоря Украине, сколько Зеленский едет искать поддержки во время этого вакуума легитимности. Вполне допускаю. Это, кстати, я вам скажу еще одну вещь. Я знаю знаковых людей, которые уже записывают даже публичные видео, которые живут в Германии, которые просят Зеленского не приезжать, потому что это плохо отразится на украинцах, которые проживают в этих странах. Я же еще раз говорю, что мы будем отслеживать это турне и будем уже тогда обсуждать по фактам, что происходило, хотя определенные схемы можно уже сейчас смоделировать на намерении. У меня еще два вопроса, я хотел бы получить ответ, это очень важно. Значит, смотрите, ну, мелочь, но все-таки давайте об этом поговорим, хотя во время войны в мелочах сложно, но там это Евровидение, возможно, я вас спрашивал, нужно оно нам или нет, мы там выделяем суммы, в Армении нет дронов, но все равно мы выделяем там десятки миллионов на эту всю шелупень, хотя Румыния отказалась. Но я о другом. В Верховной Раде парламентские партии, ну, фракции, выставленные парламентскими партиями, получают огромные деньги на свое существование с госбюджета. Вот только значит 17 января 2024 года от НАПК получило 100 слуга народа, 122 миллиона гривен. Слушайте, я не понимаю, что происходит. Это что, нельзя прекратить, учитывая, в какой мы находимся сложной ситуации? Зеленский на Запад едет, в том числе, чтобы попросить денег, то есть одна рука берет, а вторая раздает своим, да, я так понимаю? Смотрите, я считаю, выдачу этих денег во время войны, именно, ну, в этой ситуации, когда страна считает каждую копейку не просто моральной, это политическая взятка, я утверждаю, потому что оппоненты, в том числе, получают эти деньги, потому что никто не осуществляет толком контроль, куда идут эти деньги, печатаются газетки, тиражом тысяч, они пишут 10 миллионов, потом мы видели, как эти газетки раздают там в Херсоне на деоккупированных территориях, больные некоторые нардепы, помните, да, эту историю, вот, то есть моют бабки, что в ответ, да, оппозиционные партии не меняют риторики, но они и не сражаются с властью, во-первых, вы смотрите, во время закона рассмотрения в первом чтении о мобилизации антиконституционно, да, были выступления, мы против, но никто не блокировал трибуны, никто не проявлял никаких действий в парламентском понимании, чтобы остановить это голосование, никто не пытался выгнать Бойко с зала, они же оппоненты Бойко, да, а тот оказался в коалиции со служами, голосуя, то есть просто потом по возлучательности то недолго и говорят, ну мы правки там поправим, да, я считаю это элементом договорняка, это раз, второе, а вы слышали в парламенте о заявлении со стороны оппозиции о вакууме власти, я нет, а почему, а потому что нету там оппозиции, там оппозиция ручная, она получила взятку, то, о которой вы говорите, да, я только сказал о партии власти слуга народу, остальные тоже получили и очень относительные суммы, да, и европейская солидарность, и бакевщина, и даже голос, от которого там остались рога и копыта, вот, более того, какие-то суммы старые пришли даже насчитал ПЗЖ, что дает возможность рассчитаться с людьми, ну, которым они там должны остались здесь, вот, поэтому я считаю это элементом внутриполитического договорняка псевдоэлит, которая при власти находится сейчас, и это аморально по отношению ко всей остальной Украине, которая отрывает копейку от себя на дроны, на лекарства для воинов, на, ну, на всю фактически. Ну, то есть пропасть с властью обычными украинцами громадно, она лишь только усиливается, несмотря на войну. Это еще раз объясняет о том, что разнообразные схемы могут развиваться после дня Икса, о котором мы уже говорили. Но еще один вопросик, который я хотел бы, чтобы вы ответили, вот, не буду назвать фамилию пока, потому что, честно говоря, ну, с этических соображений. Народный депутат от Слуги народа заявил о том, что неконституционным будет выглядеть реализация криминальной ответственности для депутатов, если они принимают неконституционные законы. Я, например, в шоке. Я считаю, что это должна быть криминальная полная ответственность, потому что это плевок в систему государственности в Украине. Смотрите, я, во-первых, полностью поддерживаю, я думаю, это депутат неопытный, спишем пока на это. Я скажу по-другому. Да, не может быть ответственности депутата за голосование, если он не предупрежден о том, что своим персональным голосованием он совершает преступление, нарушая Конституцию Украины. То есть, если потом когда-то Конституционный суд в каком-то законе найдет несоответствие, но депутаты не были предупреждены, это не обсуждалось в СМИ, им не направлялись письма. По отношению к закону, я понимаю, к чему это депутат ведет, к закону о мобилизации. Я лично направляю депутатам сообщение о том, что их предупредил уполномоченный по правам человека Дмитрий Вобенесов, он предупредил, потом он, правда, поменял точку зрения, но это не столь важно. Он предупредил их на девяти листах, что как минимум четыре нарушения Конституции закладены в этот закон. Я считаю, что если после этого депутаты голосуют, они должны нести уголовную ответственность. Я разделяю. Если есть выводы гневу, для чего мы содержим науково-экспертную установку Верховного Совета, для того, чтобы этим балбесом натолкли, если они сами не читали Конституцию, натолкли мордой и показали, что вот тут, вот тут, вот тут, да, нарушение. Если вы получили выставок ГНЕУ, если вы получили замечание амбусмена, вы предупреждены, вы идете на преступление, зная о том, что вы будете совершать преступление. Поэтому уголовная ответственность в этом случае должна быть предусмотрена. Согласен, вы вспомнили Лубенца, хотел спросить, а почему так очканул? Сначала на 9 листах расписал, а потом еще и призвал о нарушениях, а потом призвал все-таки проголосовать. Это что произошло? Смотрите, меня убеждают, что приехав умер на личных отношениях, что-то объяснил, что они в комитете сработали, ну, в одном и так далее, что пропадет, провал, страна рухнет, поражение и тому подобное. Честно, я не верю. Я думаю, что там взяли запраборжи, банковый, и поэтому он сломался. Это, конечно, не к лицу. Он делал много стояковых вещей и делает даже сейчас. Но в данном случае поломался просто просто. Ну да, действует по ситуации, очевидно. Например, результаты его проверки Киевского СИЗО, я вот это сижу и наблюдаю, Костина посадить после окончания каденции надо будет или кого. Ну, представьте себе, ты генеральный прокурор, к тебе приходит результат проверки уполномоченного по правам человека, который проверил СИЗО, выявил три убийства сокрытых под самоубийство, пытки, кражи, отбирание граждан, ну, там, например, такого, чтобы краили передачи, ну, эти, надсмотрщики, так, такого не было даже при Януковиче. Ну, то есть, вообще, в какую-то древность полусоветскую, ну, упали. Вот. Ну, и так далее. Приходит это письмо, твои действия. Ну, действия генпрокурора, ну, не могу я там арестовать малюшку, хотя стоило бы за это, ну, арестовывать. Ну, начальник СИЗО должен пострадать или нет? Должен. Ноль. Ноль реакций. Вроде бы это неуполномоченный, и парламент молчит. Ну, я скажу так, я знаю парламенты с первого по девятый созыв. Восьмом работал, в некоторых был помощником, знаю депутатов всех созывов. Ни один созыв до этого не позволил бы, если бы были такие кричущие, да, итоги проверок ихнего уполномоченного, молча. Уже генпрокурора на трибуну. Я работал в правоохранительном комитете, вот если бы такое было, то вне зависимости, там, Шокин, Ярема, Луценко, ну, кто при мне был, они бы уже были на комитете. А тут ноль реакции. Но это очень показательно. И ты гусей, как говорится, что хочешь, ты делай, получается. Да, согласен с вами, беспредел лишь только развивается, но это тема для наших обсуждений. В любом случае, люди, которые понимают, в каком состоянии находится Украина и общество, они делают выводы. Игорь, я вам очень благодарен за то, что нашли время, за то, что наивали. Вопросы поделились своими мыслями, жму вашу руку и надеюсь на благосклонность в будущем. Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо зрителям и пишите комментарии. Я, кстати, читаю все в зале. Я тоже читаю, поэтому мне даже там пишут, Дикий, вы читаете комментарии, вот официально заявляю, что я с ним ознакомился. Также читаю. Да, абсолютно, потому что это моя работа, мне это интересно, поэтому комментируйте, делитесь видео, подписывайтесь на мой канал. С большим уважением, Виталий Дикий, через какой-то промежуток времени встретимся. Я напомню, что сегодня моим гостем был политик Игорь Масичук, блогер, публицист, небезразличный украинец, интересный человек. И я думаю, что через какое-то промежуток времени мы снова обсудим спектр вопросов, которые являются... Спасибо большое. Всем до встречи. До встречи.